друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.ua перед вами смартфон lenovo а 936 это новый восьмиядерный смартфон от данной компании новый 64-битный процессор mtk 6752 интересная модель недорогая большая большая диагональ как по мне аналог lenovo s939 оставляется модель вот такой вот коробки где-то здесь нет не написаны технические характеристики в комплекте в общем-то особо ничего не стандартный заводской комплект инструкции зарядка юсб кабель и переходничок гарнитуры в комплекте вместе с телефоном нет приблизительная цена этого смартфона в китае на сегодняшний день около 175 долларов это версия 181 гигабайт оперативной памяти 8 встроенных эта версия lte поддержка двух sim-карт смартфон имеет большой дисплей 6 дюймов здесь hd разрешение матрица ips углы обзора цветопередача отличная по корпусу спереди у нас 6-дюймовый дисплей логотип lenovo сверху разговорный динамик фронтальная камера на 5 мегапикселей датчик освещения и приближение 3 сенсорных кнопки спереди они не светятся они как с гравировкой с этой грани у нас есть качелька громкости вверх-вниз кнопка включения выключения сверху разъем под наушники и micro usb разъем здесь нет ничего здесь вот здесь у нас располагается микрофон тут нет ничего и сзади у нас софт-тач такой пластик покрытие белый вариант у нас в наличии логотип lenovo динамик располагается здесь как по мне очень удобное расположение и основная камера на 13 мегапикселей плюс вспышка под аккумулятором точнее под крышкой у нас есть аккумулятор аккумулятор здесь довольно таки большой по своей площади но довольно тоненький по толщине емкость его составляет 3300 миллиампер часов смартфон работает с двумя сим-картами симка работает lte wcdmi не стандарт карта памяти с поддержкой там 64 32 гига аккумулятор принципе неплохой для этой модели и динамик располагается тоже удобно что хочу сказать по корпусу корпус у смартфона достойный все собрано хорошо люфтов здесь нет но как по мне прослеживается некая такая не монолитность корпуса то есть в руках когда ты его держишь когда ты не начинаешь пользоваться на перегиб все хорошо нигде ничего не хрустит но вот сам как пластик как по мне он немножко громковат и слышны вот дотрагивание небольшой хруст вот в этих всех местах не скажу что это большая проблема но вот такие моменты у этих смартфонов есть включился он у меня давайте посмотрим его технические характеристики в программе antutu что он показывает в этом бенчмарке набирает эта модель и как и положено такому процессору около 40 тысяч баллов вот 43 889 вы можете видеть и что здесь за железо здесь 4 4 android здесь mtk 6752 малит с 760 разрешение дисплея 720 на 1280 13 мегапиксельная камера из минусов смартфона здесь всего лишь один гиг оперативки и 8 встроенных но сразу же по поводу встроенной памяти скажу что у меня стоит карта памяти и прошивка сделан таким образом что все что нужно очень хорошо и удобно скачивается именно на память карточную то есть место будет достаточно это mtk 6752 64 битный 8 ядер максимальная частота работы 1690 мегагерц 5 мегапиксельная фронтальная камера здесь смартфон поддерживает multi touch multi touch у нас пяти точечный больше не поддерживается работает в смартфоне отега и разъем можно подключить мышку флешку клавиатуру за девайс тест посмотрим что за датчики есть у него gps gps стандартный полноценный спутниковый также есть поддержка главных спутников есть датчики приближения освещения вспышка гироскопа нет естественно есть акселерометр прошивка здесь у нас в принципе с полноценным русским языком все что нужно в какие всякие фишки все у нас на русском языке на данный момент я не видел многочисленных прошивок на эту модель модель новая скорее всего именно поэтому их и нет версия прошивки вот та которая у нас пришла с завода вот эта версия 444 могу сказать что в принципе прошивка работает нормально про игры немножко позже расскажу что связано с прошивкой а так все достойно все на русском языке принципе я прошивкой доволен более чем экран здесь 6 дюймовый здесь hd разрешение экрана здесь не full hd принципе экран довольно таки яркий сочный хороший углы обзора тоже достойные в принципе можем выбрать другую обоину потому что с этой не особо что-то видно так давайте вот такую попробуем в общем углы обзора хорошие действительно но вот мне почему-то кажется что здесь не OGS технология видно все таки как по мне что экранчик немножко углублен и возможно даже есть воздушная прослойка ну вот такое звук хороший везде звук хороший вот этот динамик кстати располагается в расположение говорил что удачная как по мне смотрите смартфон большой естественно будем играть в игры смотреть фильмы вот мы держим смартфону так мы не закрываем его не здесь не здесь он находится у нас вот здесь если взять смартфон вот так вот я его держу тон никогда у нас ни в каком положении не будет закрыт я считаю что расположение динамика хорошая звук в наушниках тоже мне понравился он с басами неплохой звук во время разговора микрофон тоже слышно хорошо несмотря на то что динамик точнее микрофон у нас располагается далеко даже от рта производительность тут без проблем мтк 6752 8 ядер с играми у него нет никаких проблем но вот со стабильностью игры со стабильностью работы наверное в чем-то виновата прошивка возможно в чем-то виноваты один гик оперативки во первых эпик цитадель у меня ну вот почему то самопроизвольно самостоятельно в некоторые моменты просто может вылететь на рабочий стол так в принципе игры не тупят но вот я не сидел не проверял допустим как будет играть тот же асфальт 8 на протяжении часа будут ли там вылеты но возможно в некоторой степени прошивка еще сыровата на данный момент а так давайте посмотрим как запускается асфальт 8 асфальт 9 давайте просмотрим в смартфоне как работает аккумулятор я делал тест как всегда делал тест естественно в физических режимах и в программке антуту тестер в антуту тестере у меня этот аккумулятор показал 5471 балл это в принципе классный результат аккумулятор здесь 3300 и размер экрана здесь 6 дюймов возможно хотелось бы немножко больше в режиме игры в эпик цитадели у меня смартфон разрядился вот 19 51 100 процентов заряда и следующий кадр у меня 10 процентов зарядки 22 43 то есть на протяжении 3 часов чуть меньше чем три часа смартфон у меня разряжался в режиме игры с максимальной яркостью с максимальной нагрузкой можно сказать на процессор пиэсом здесь все отлично только поднес я его к подоконнику как ну сразу же у меня спутники все словились очень быстрый старт был даже не успел я насладиться камера здесь на 13 мегапикселей основная на 5 мегапикселей фронталь есть режимы выборов камеры вот обычный портрет макросъемка есть настройки настройки фото настройки видео все на русском языке все у нас устанавливается правильно вот 13 мегапикселей что хочу сказать по поводу фото видео если честно я доволен смартфоном леново и я мне понравилось как работает его камера в основном у леново почему-то камера ну вот всегда леново такие сбалансированные всегда недорогие всегда надежные но с камерами какие-то проблемы всегда не ставят хорошие матрицы по крайней мере в бюджетных китайцах вот я не считаю что эта модель дорогая но я считаю что камера очень даже достойная я загружу вам эти фотографии и макросъемка и видеосъемка и съемка в кромежной темноте со вспышкой вот такое качество у нас получается ну я считаю что для данного смартфона за 175 долларов а в украине 190 я считаю что очень достойный за камеру однозначно плюс что могу сказать по поводу этого смартфона как резюме марс он мне понравился он большой он производительный он мощный экран неплохой экран яркий сочный корпус можно было бы конечно сделать получше но в целом я доволен одеть сюда еще какой-нибудь силиконовый бампер и вообще будет все супер из минусов что могу сказать во первых это объем оперативной памяти 1 гигабайт то что здесь там 8 встроенных это такое дело с картой памяти смартфон работает отлично а вот оперативки можно было бы в такой мощный смартфон поставить уже и 2 гига лишним бы не было в данном в данной ситуации почему потому что иногда складывается такое впечатление когда я запускаю какую-то тяжелую игру либо тот же epic citadel и у него остается там 200 мегабайт свободной оперативки не знаю почему здесь такой расход оперативной памяти и игра иногда бывает так подвисает и за 5 цитадель он так регулярно у меня вылетал вот может быть оперативка в тут виновата а может быть просто прошивка сыроватая потому что все таки модель вот только-только появилась и даже на форуме на форуме 4п до насколько мне известно прошивок на эту модель пока что нет в принципе все кому нужен большой смартфон с хорошим экраном с нормальным аккумулятором пошпилить в игры в самые топовые самые последние и иногда там что-то сфотографировать сфоткать и не бояться носить его в сумке в рюкзаке там где-то еще потому что в джинсы такая модель не положите вы ее уже всем спасибо за внимание подписываемся на наш канал заходим в нашу группу спасибо всего доброго вам